Сельхозпредприятия из Китимского района вступили в активную фазу подготовки к весне. Общий объем посевных площадей должен составить почти 90 тысяч гектаров. Пока это лишь планы, поскольку многое будет зависеть от погоды. Есть мнение, что весна будет холодной и затяжной. Тем не менее, фермеры уже готовят семенной материал. Николай Дмитриевич запускает новую вилку. Еще через пару секунд включается вентилятор. Эту установку фермер купил недавно и уже оценил разницу в сравнении со старым оборудованием. Ее производительность 7 тонн в час. Машина разделяет зимовавшее зерно на две фракции. В одну сторону летит качественная пшеница, в другую – отходы. А вон что отбил. Вот дробленые, семена различные. Когда вся пшеница будет переработана, Николай Пыхтин еще раз подработает отборное зерно. Несмотря на то, что сейчас у него в ходу только элита, суперэлита, он страхуется. Весну ждет холодную, поэтому в землю ляжет только самое крепкое и сильное зерно. А раз земля будет холодной, зерно положишь, пока она прогреет, начнут те зернышки, которые лопнутые, легкие, щуплые, на ней будут грибки, болезни. И оно хуже будет простать. Если помните, лет пять или шесть назад, у нас тоже май был холодный. Овес лежал месяц. Посеял вообще такое. Я думал, уже пропадет. Потом кое-как зашел. Николай Пыхтин планирует посевную начать на второй неделе мая, не раньше. Работы впереди много. Технику подшаманить. Еще овес подготовить. Да полбу. Про родительницу пшеницы. С этим зерном он имеет дело впервые. Популярное, говорит, люди спрашивают, значит, надо пробовать сеять. А вообще Николай Дмитриевич фермер старой закалки и предпочитает работать с проверенными сортами. Хоть в злаках, хоть в овощах. Если говорить о картофеле, то здесь его любимый сорт – агата. Занимается им уже 30 лет. Когда чистить, та жесткая, а эта мягкая. Ее прямо чувствуется. Вот она, вот сейчас разрежая, она мягкая. Хранится картофель в холодном складе. За счет прессованной соломы в помещении создается комфортная для овоща температура. Вот она, вот эта солома. От земли тепло идет. И чем она еще? Большой плюс. Она влажность регулирует в помещении. Если там повышенность, солома в себя забирает. Картофель хорошо перезимовал. Скоро его переберут и в поле. Хотя в целом по Искитимскому району произошло снижение посевных площадей по овощам. По зернобобовым, наоборот, увеличение. Общая площадь посевная в этом году составит, должна составить 89 тысяч гектар. Это на 4,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Яровые культуры будут размещены на площади 77,5 тысяч. Также мы превышаем предыдущие показатели прошлого года на 2,5 тысячи. И увеличение в целом наблюдается по зерновым, зернобобовым культурам и по кормовым культурам. Снижение по техническим культурам и по картофелью и овощам. На сельхозпредприятиях уже определены структуры посевных площадей. Остается дождаться тепла и жизнь на полях Искитимского района вновь закипит.